МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Самарская земля имеет уникальные самобытные традиции, своими корнями уходящие в народную культуру, включающую в себя все многообразие обрядов, ритуалов, праздников, промыслов и ремесел, занятия населения творчеством. Одной из приоритетных задач является сохранение и развитие казачьей культуры. Сегодня программа Самара Многонациональная в Русской Слободе в гостях у казаков. Это очень живописное место расположилось на Красной Глинке в нашем многонациональном городе. Русская Слобода – это и древнерусская кузница, русская изба, где можно узнать много интересного о традициях и быте крестьян, образе жизни наших предков. 5 августа на Красной Глинке прошел третий городской исторический фестиваль «История ремесел. От традиции до современности». Ведь здесь воссоздан дух усадьбы, дух русской усадьбы, где ощущается дух казачьей вольницы, казачьей культуры, культуры служения государству, культуры служения народу. Впервые его проводило станичное казачье общество «Северное» в 2018 году под названием «Самарская Лука. Центр притяжения казачества» при поддержке Департамента общественных и внешних связей аппарата администрации городского округа «Самара». С тех пор он стал традиционным. Казачество – это в первую очередь сословие служивое. И здесь мы можем видеть, как бережно сохраняются те традиции, которые веками культивировались в среде казачества. И именно это позволяет молодому поколению осваивать, постигать те нравственные истины, постигать те нормы служения своему народу, воспитывать молодое поколение в духе патриотизма, в духе любви к Отечеству. Главная задача организаторов фестиваля – это знакомство жителей Самарской области с ремеслами Среднего Поволжья, способствующие углубленному изучению его исторического прошлого. Мы стараемся, наоборот, отвлечь детей от пагубного, в первую очередь, влияния улицы, всевозможных вот этих вот наших гаджетов, чтобы дети вспомнили, именно как мы раньше говорили, чтобы они узнали, что такое земля, что такое песок, что именно у нас те вещи, которые они покупают в магазине, они производятся, а не поминовение волшебной палочки где-то у нас образуется или нам их откуда-то привозят. Чтобы мы их сами всегда изготавливали и этими вещами всегда пользовались. Возможность освоить мастерство ручной работы участники мероприятия получили при помощи организаторов этого фестиваля с национальным колоритом. Все, что здесь находится на фестивале, это то, что делают люди своими руками. В домашнем хозяйстве ребенку и взрослому может пригодиться абсолютно все и сделать что-либо своими руками из дерева. Ну, кузнечное дело, может быть, дома не устроишь, но тем не менее знать, как это происходит и посетить специальное место для того, чтобы попробовать что-нибудь выковать своими руками, это тоже очень важно. И это работа с железом, а работа с железом тоже в домашнем хозяйстве пригодится. У нас здесь есть кухня. Почему бы не научиться готовить? Это могут делать не только девочки, но и мальчики. Как известно, лучшие повара у нас – это мужчины. Поэтому все, что здесь есть, оно пригодится ребенку в домашнем хозяйстве. А помощь ребенка в домашнем хозяйстве своим родителям – это очень хорошее подспорье. Самарский край всегда славился умельцами, способными создать настоящий шедевр из куска дерева, металла, ткани или глины. На фестивале были представлены ремесла, которыми в совершенстве владели наши предки, проживающие на территории Среднего Поволжья. Мастер-классы, интерактивный музей, а также историческая фото-зона приняли своих зрителей. Это яркое представление о том, как развивались ремесла от истоков, от начала, то есть то, с чего начиналось и к чему мы пришли. Потому что на самом деле это очень здорово, что прогресс не стоит на месте. И как я говорила, тот гончар, который из камня делал свои гончарные круги, и делал такие совершенно неказистые гончарные изделия, изделия, то сейчас они, это просто шедевр творчества, это тонкий фарфор, это красивые линии. И это очень важно увидеть и понять, с чего мы начали и к чему мы пришли сейчас. Мастер-классы для взрослых и детей прошли на таких локациях фестиваля, как гончарное дело для всех желающих, ручная лепка, чаша для души. Каждый желающий мог изготовить своими руками именную чашу из глины и взять ее с собой на память. Это очень древнее ремесло. Во-первых, чувствуешь, как ты можешь управлять глиной, ты чувствуешь, как ты можешь создавать новые формы, ты чувствуешь, как ты можешь передать это ребятам. Они тоже наслаждаются, они расслабляются. Сейчас, в этот момент, они могут смотреть в центр изделия и расслабляться. То есть и взрослые тоже, у которых какие-нибудь проблемы накопились там, они могут прийти в гончарную мастерскую и расслабиться. Просто получить наслаждение и ощущение, что я могу. Я могу создать. Я могу создать формы и на самом деле много чего еще. Это придает, да, уверенности в себе. Также можно было поучаствовать в мастер-классе по изготовлению живых свечей. Что это дает? Ну, во-первых, навык, умение. Если вы останетесь без света, вы точно сможете себе обеспечить этот свет. Второе, вы знакомитесь с натуральными материалами. Это же мелкая моторика. Это крайне важно для, скажем так, подрастающего поколения. Плюс, что еще, вы же можете сделать свечу себе уникальную, та, которая не продается в магазине. Туда можно добавить, к примеру, цветы растений любых. Здесь у нас уже цветы жасмина девочки перетерли. Вы можете добавить эфирные масла, какие хотите. У вас будет своя уникальная свеча. Традиционная славянская кухня, кузничное дело, фланкировка, рубка лозы и каната, изготовление настольной лампы из дерева. Все эти мастер-классы пользовались неимоверным успехом. И дети, и взрослые все участвуют. Очень зажигательные игры, мастер-классы. Мы поучаствовали во всех. Ребенок счастлив, родители тоже. Нравится, что есть контактность. Все разрешают трогать, пробовать. И командная игра очень классная. А как вы считаете, для детей вот такие вещи нужны? Очень нужны. Мне сама считаю, что держать в руках дерево, железо, взаимодействовать с этим обязательно. Вместо смартфона. И в создании кукол-вязанок. Наши предки использовали тряпичную куклу не только как детскую забаву, но считали мощным оберегом. Используя красивые ткани, ленты, нити и фантазию, каждый ребенок и взрослый смог сделать такую куклу, которая послужит украшением дома. Вот, например, сезонная, так называемая, куколка, кубышка-травница. В ее ручках кубышки, вот эти мешочки с травой. Сама она представляет тоже мешочек. Ну, так называемая кукла, ее еще называли на здоровье, потому что потрусив мешочек, саму куколку, да, мешочек с травой, ну, вы сами слышите, да, вот этот травяной аромат. Это все начинает окуривать ваше пространство. Вы можете ее поставить в изголовье, вы прекрасно выспитесь, да. Вы можете ее поставить на кухню, в то место, где будет вот этот чистый, хороший травяной воздух и аромат. В таком доме, когда есть такие куклы, всегда хочется быть, пить чай, печь пироги. Сегодня казачество вновь помогает стране, укрепляет рубежи нашей Родины, воссоздает ее воинскую славу и доблесть. Именно в казачестве преемственно сохранились патриотизм, готовность защищать наши ценности. Поэтому старожилы уверены, что необходимо восстанавливать то утраченное культурное наследие, связанное с именами героев казачества, укреплять связь поколений. Участие казачества в этом мероприятии – это как раз тот самый элемент патриотического воспитания. Ведь хорошо, когда ребенок что-то делает своими руками, но он должен еще и понимать, насколько важна его патриотическое отношение к своей земле, на которой он живет, с точки зрения оберегать эту землю. Не просто любить, потому что я люблю, а люблю, потому что я знаю и я берегу то, что у нас есть. Торжественная церемония верстания в казаки с ритуалом посажения на коня состоялась здесь, в русской слободе. Мальчики в казачьей форме приняли присягу, слова которой зачитал наставник будущего казака. Каждому юному казачку от казачьего общества были вручены памятные именные грамоты о посвящении для вечного хранения в семье. Со знаменательным событием ребят поздравили все присутствующие. Мы стараемся, чтобы традиции сохранялись, чтобы росли возле нас настоящие мужчины, которые не боятся и на лошади скакать, которые обладают какими-то навыками мужскими, для того, чтобы быть лидером, для того, чтобы быть ведущим в семье, для того, чтобы быть настоящим защитником. И, конечно же, при посажении он дает обещание своим родителям и своему наставнику, кто его наставляет на путь по жизни, что он будет расти достойным человеком, не будет лениться, не будет злобным человеком, будет добрым, сильным и, конечно же, умным. Что необходимо всеми качествами обладать каждому, я считаю, мужчину, для того, чтобы он был достойным гражданином своей страны. Кроме того, все гости смогли ознакомиться с элементами казачьей справы и оружием. Мастерство владения шашкой, фланкировку и плетью продемонстрировали казачата и опытные казаки станицы Северная. Все желающие могли приобрести элементы казачьей культуры, а они, как оказалось, не только для красоты и памяти, но и для... Для воспитания. Воспитывали всегда. То есть, тесть дарил нагайку на свадьбу со словами «для коня и для жены». То есть, тем самым, отец передавал право воспитания своему зятю. Также здесь можно было увидеть разнообразие кованых изделий, которые могли порадовать самого взыскательного покупателя. Холодное оружие русской армии. Вот типично здесь представлены шпаги, шашки, сабли, исторические древние реконструкции, топоры. Также важнейшую часть работы составляет инструмент и восстановление технологий по обработке дерева. Вот. Древнейшие инструменты. Такие вот, как тесла, струги. Ну, а если проголодались, всех приглашали попробовать сузьму и блины с ароматным травяным чаем. А повара и технологи оказались не только гостеприимными, но и поделились рецептами и секретами приготовления старорусских блюд. Нам нравится, во-первых, общение и просвещение. То есть показывать людям, как правильно можно приготовить, очень вкусно и просто. Не чипсы какие-то в подворотне кушать, а именно натуральные продукты, которые тоже очень вкусные. Например, сузьма. На этом мастер-классе ее тоже можно было приготовить. И, конечно, попробовать. Кисломолочный продукт, по вкусу напоминающий йогурт, можно приготовить самим, дома и давать даже детям с полугода. Берется обычное молоко, берется закваска, которую можно купить в аптеках, болгарскую палочку. Молоко немного подогревается до 50 градусов. Растворяется болгарская палочка в теплом молоке. И оно убирается, заворачивается в полотенце. Например, баночка с этим настоем. Стоит оно примерно 7-8 часов. А дальше вы процеживаете и получаете то, что как раз у нас здесь есть. Напоминает по консистенции творог либо йогурт. По вкусу могут добавляться всевозможные начинки. В данном случае у нас сладкое мед и ягоды. И, соответственно, для людей более старших это может быть зелень, чеснок, укроп. И мы получаем бутерброды, блины, которые, в принципе, могут иметь разное функциональное значение. Знание истории, говора, песен, владение традиционными военными навыками, верховой ездой, шашкой, борьбой, ношение военной формы становятся сегодня важными для самоощущения казака. Казачество в Самаре представлено у нас самарским окружным казачьим обществом, которое охватывает у нас территорию всей Самарской области. На территории Самарской области у нас сейчас существуют хуторские, станичные, городские, йортовые казачьи общества, которые объединяют в своем составе две с половиной тысячи казаков. Скажем так, как говорят, да, по меркам это, как бы казалось, уже грозная сила, что в настоящий момент существует программа развития казачества до 30-го года, подписанная президентом и утвержденная, где казакам, в первую очередь, отдаётся много, скажем так, роли. В первую очередь, это обеспечение охраны общественного порядка. Участвуем мы в военно-патриотическом основном воспитании, готовим казаков для службы в вооружённых силах Российской Федерации. Недавно принято решение президентом о том, что казаки будут служить у нас гвардей. Заключительным аккордом праздника стали традиционные казачьи игры под песни Павла Коровина и Ольги Ильиной. И детские игры потешки. Существует много споров, кто же такие казаки. Сословие, народность – неизменно одно. Казачество – это особый дух, благородство, мужественность, готовность защитить слабого, неравнодушие и справедливость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова